Ну, возвращаясь к первому вопросу, я не соглашусь, что у нас была одна только реформа эффективная, это декоммунизация, которая сработала. Я думаю, что было две реформы, это декоммунизация, это повышение тарифов. Это две реформы, которые были реально проведены, но только обе они привели к ухудшению жизни людей. То, что касается вчерашнего заседания парламента, то вчера депутаты от провластных партий настолько радовались и ликовали, что, наверное, если бы выключить звук по телевизору, то люди могли бы подумать, что у нас выросли заработные оплаты до европейских, что у нас заработала экономика, что у нас наша молодежь получила нормальное будущее. Но, оказывается, нет. Радовались и ликовали они только по одному вопросу, это, по большому счету, единственное результативное решение этой недели, то, что переименовали многие города и многие села. Вот это была такая огромная радость. Причем очень часто, например, как в случае с городом Днепропетровском, мы об этом уже говорили, это было вопреки 90% мнениям жителей. Я показывал различные социологические опросы, в том числе социологический опрос КМИСа. КМИС, ну, точно нельзя заподозрить в симпатиях к оппозиционному блоку. И какие там были результаты? 90%. 90% против переименований. Я дал 300 тысяч на заседании комитета, кстати, господин Власенко не даст соврать, я дал 300 тысяч живых подписей, которые собрали люди против этого переименования. Дело не в том, кто такой Петровский. Название Днепропетровск давно уже само по себе стало именем собственным. И я считаю, что я предложил очень хороший компромиссный вариант, который учитывает на 100% мнение громады. И в то же время формально, признаю, что формально, не противоречит закону о декоммунизации. Назвать, что город назван... Александр, вам не кажется, что это просто подвина понятий? Это профанация. Но это профанация действительно и подвина понятий. Это 100% формальное выполнение закона. Но если говорить о соблюдении мнения громады, о том, о чем говорил коллега, то первое, это так, как думает 90% людей. Второе, значит, на руках у комитета, я тоже предоставил, было решение городского совета, там, где они предлагают переименовать Днепропетровск, Днепропетровск, поддержав мое мнение. Все остальное, по большому счету, это, наоборот, действия на раскол общества, действия против людей. А вот второму, уважаемому коллеге, я хотел бы сказать, что, если вы считаете, что желание мира, непринятие развития Украины по экстремистскому, радикальному варианту обнищания людей является просепаратистской позицией, ну, то, наверное, вы ошибаетесь, если честно.